то база данных очень напоминает стандартный Excel. То есть просто он очень большой. Если у вас Facebook, вы можете представить, у него база данных примерно около 5-10 терабайт, хранящая самые элементарные учетные записи. Плюс в каждой учетной записи подвешены ваши фотографии, ваши постики, и все это организуется в такую очень большую структуру, но по факту это просто очень большая сложная Excel. Более оптимизированная для работы с какими-либо специальными запросами. Но это есть сиквельные базы данных, но часто еще можно услышать такое понятие, как но сиквел. Но сиквельные базы данных представляют себе вот такую примерно структуру. В общем, они главное отличаются тем, что у них как раз структуры нет четкой. То есть у них нет четких полей, нет четких взаимосвязей, и это больше напоминает такой мешок с неизвестными данными, куда вы можете запустить руку и что-то вытащить. Туда очень легко что-то складывать. Можно представить мой шкаф в моей комнате. Вот туда очень быстро что-то складывать, легко закинуть, но очень сложно найти. То есть вот так работает на сиквельные базы данных. В общем-то, в основном все равно все строится на стандартном сиквел, который представляет себе, я же говорил, обычный эксек. В чем заключается проблема? У нас есть база данных, в которой мы храним наши данные, например, о друзьях, юзерах, логинах, паролях. И есть браузер. Но идея заключается в том, что браузер не может напрямую обращаться к базе данных, потому что база данных его просто не поймет. Для этого, собственно, и пишутся определенные структуры кода. Их можно представить примерно, если сравнивать с книгами, если опять вернуться, то это примерно как универсальный переводчик. Вам нужно с русского и английского языка перевести на такой вот китайский. Потому что человек же не будет этим всем заниматься. Раньше люди занимались, но это было достаточно трудоемко. Поэтому что делается? Вы пишете, когда кликаете на какую-либо ссылочку, возьмем, например, в фейсбуке, и покажите мне всех ваших друзей, что делает код, который крутится посередине. Он вначале проверяет, есть ли у вас авторизация. Это сделать. Может, вы еще не за логинем. После этого, если вы авторизируете, ваш запрос фактически переводит в более понятный запрос для базы данных. Который уже возвращает, но возвращает он тоже немножко не в том виде, который хотел бы увидеть человек. Потому что он возвращает какой-либо набор символов, айдишников, еще что-то. Вы же не будете смотреть просто на текст. Текстовые сайтики никого сейчас не радует. Поэтому код берет полученные данные и, опять же, их прорисовывает. То есть, если надо, кому-то подставляет аватарки, опять же, делая под запросы в базу. Кому-то просчитывая ваших общих друзей. То есть, именно вот всем этим и занимается код. По факту на сторону браузера уходит уже только чистая отрендеренная картинка. Она возвращается, конечно, не картинкой. Там тоже есть определенная структура. Но зачастую браузер почти ничего не делает. То есть, он просто вам показывает какие-либо результаты, вычисленные сзади на сервере. Собственно говоря, от того, насколько сильно мы модифицируем наш код посередине, мы можем что-то возвращать в разное браузеру. Допиливать новые фичи. То есть, там, вот Instagram сзади на бэкграунде, он делает какую-то постопработку элементарную фотографию. То есть, ничего невероятного там нету, но кто-то это тоже должен написать. Или, опять же, найти библиотеку, которая это уже делает, и просто внедрить. То есть, часто все сводится к тому, что нужно найти, что кто-то уже сделал хорошее, и использовать. Просто разобраться с этим. Собственно говоря, я как-то начал очень быстро рассказывать. Мне раньше это занимало намного дольше. И, судя по пониманию в зале, я понимаю, что надо было, наверное, больше остановиться. Но я просто не хочу зацикливаться именно на одном языке программирования и показывать, как он работает. Потому что это может ввести в заблуждение. Фактически то, что я рассказал за полчаса, можно взять книжку и выучить это, наверное, где-то за неделю максимум. И понимать отлично, правда, что значит переменные, как они работают, и построить там даже свой какой-то минимальный сайт. Сайт, блог, можно даже свою соцсеть строить. Заказы на опорке, давайте вы построите убийцу фейсбука. Приходят, наверное, с частотой раз в неделю. К сожалению, никто не строит. Но Google попытался, не получилось. Поэтому мы перейдем сейчас к машин-лёрнингу. Собственно говоря, тут есть хорошая иллюстрация, в общем-то, как это работает. То есть, что думает общество, что думают мои друзья, что думают родители, что думают другие программисты. В общем-то, там есть немножко такого, но не так много. Что я делаю, по факту, что делает с обычным программистом, он опять же берет уже существующую библиотеку и просто ее настраивает. Потому что нужно знать там пару настройков и за что отвечает каждая определенная, каждый параметр. И можно обучать своих маленьких, ну, виртуальных роботов, роботов физических стоит несколько сложнее. Но можно все это хранить опять же в интернете и будет ваш нынче популярная тема чат-бот, который будет вам отвечать, заказывать пиццу, ходить с вашими детьми гулять или еще что-либо. То есть до этого совсем недалеко, буквально неделю назад была презентация Google I.O. У нас, к сожалению, до нас еще не докатилось, но, в общем-то, у ребят уже вполне отличные умные дома, которые из-за вас будет детей, готовят кофе, включают свет. У Apple же тоже, в общем-то, давно есть такая штука. У нас просто она не особо приживать, потому что, чтобы заказать столик в ресторане, нужно, чтобы в ресторане был нормальный сайт или какая-либо тоже автоматизированная структура. У нас пока что все очень в человечном режиме, но мы движемся к этому. Я надеюсь, мы сильно не отстанем. Главная проблема просто заключается в том, то, что новость последних дней, вот там два дня назад Apple заменила на заводе 50% своих рабочих машин, потому что это дешевле, выгоднее и быстрее. Главная проблема заключается в том, что через очень короткий промежуток времени, наверное, через 15-20, может, это не очень короткий, но в нашем обозримом будущем фактически будут цениться или специалисты в своей деятельности, которые могут научить построить какие-либо модельки и объяснить программисту, как сделать такого робота или те люди, которые будут этих роботов строить. Так что нужно или учиться строить роботов, чем заниматься, или становиться специалистом в своей области. Это как минимум тоже очень полезно, потому что вы будете цениться. Хотя, как показывает практика, опять же, последних применений во многих на данный момент медицинских центрах в Америке применяются машинное обучение и искусственный интеллект для распознания различных раковых опухолей, трещин и других нестандартных проявлений на рентгеновских снимках. Потому что машина видит, к сожалению, уже лучше. То есть остался один рентгенолог, который это все верифицирует, но всю рутинную работу по сравнению на данный момент проводят уже машины. То есть у нас, опять же, до этого еще немножко далековато, но я думаю, это просто вопрос времени. Потому что… Большого времени? Нет, нет. У нашей страны, к сожалению. Да нет, потому что со временем получается в том, что сейчас, вот, например, как телефоны. Сейчас уже достаточно сложно купить обычный телефон, который звонит. Прочти у каждого есть смартфон. Смартфон. Что-то типа такого. Точно так же получится и с медицинским оборудованием. Если медицинское оборудование используется в какой-либо медицинский центр, он, видишь, будет когда-нибудь строиться, я надеюсь, и закупается новое оборудование, оно уже все заточено под цифровую обработку. Во всяком случае, если вам делают ринги на грамму, оно все равно уже хотя бы заливается на компьютер. Может, у вас еще нету построенного искусственного интеллекта, но хотя бы это уже хранится в вашей хотя бы электронной карточке. Ну ладно, 5-10 лет согласен. Когда-нибудь, я надеюсь, наступит. Давайте теперь посмотрим, как это вообще работает, что машин лернинг может делать и что он не может делать. Насколько вы сможете его применять в каких-либо ваших операциях. Возможно, вам захочется как-то оптимизировать или ваш бизнес, или ваше обучение, или работу с окружающим миром. То есть типы машин лернинг делятся очень в основном на два главных типа. Это супервайз лернинг, так называемый с учителем. Это когда мы предлагаем уже полученные решения. То есть, например, мы учим компьютер распознавать человеческие лица. Если мы хотим, чтобы он научился распознавать человеческие лица, мы в него загружаем, например, там, тысячу фотографий с человеческими лицами и тысячу фотографий с чем-либо другим. Тогда мы говорим, вот это человеческие лица, это все остальное. И тогда, показав ему тысяча первую картинку, он уже сам определит с какой-либо долей вероятности. Опять же, компьютер никогда не говорит 100% да, нет. Он возвращает вам просто вероятность. Ну, если 98%, вероятно, это правда лицо. Если 50%, то надо бы задуматься. Обычно оно срезается как-либо, но, например, на каких-либо детекторах или еще что-либо. Вот вы подходите к банкомату, вас сканируют, ваше лицо записывается, да. То есть нужно знать, какой хотя бы участок, например, записывать. И есть так называемые типы unsupervised learning, когда обучения нет. Когда мы просто насыпаем какое-либо количество данных и говорим с ними что-то сделать. Но, к сожалению, такие алгоритмы достаточно слабы, потому что они могут нам вернуть, например, разделение. Если мы, опять же, если просматривать какие-то картинки, мы будем закидывать очень много картинок с персиками и очень много картинок с яблоками. И, скажем, раздели нам как-либо. Компьютер просто их разделит на два класса. Он даже вам не скажет, что там яблоки и там персики. Он просто разделит. Вот тут один тип картинок, вот здесь другой тип картинок. То есть это так называемая кластеризация, которая занимается тем, что она по количеству заданных классов зачастую пытается разделить объект. Но я там буду видеть примеры получше. То есть начнем с обучения с учителем. То есть как они используют и что могут. Один из главных типов обучения с учителем это так называемый line of regression. они занимаются тем, что мы задаем какие-либо данные в различных видах, а компьютер пытается построить функцию, которая это бы описывала. То есть если вы помните, есть стандартная квадратичная функция, стандартная линейная, может быть кубическая, еще что-либо. Зачем это делается? Например, если у нас есть вот такой вот график и скажем то, что вот снизу пусть будет эта площадь дома, а по вертикали цена квартиры. То есть мы можем выстроить примерно зависимость, как меняется цена квартиры от площади дома. И если мы потом, обучив уже компьютер на существующих каких-то данных, мы хотим, кто-то выставляет на OLX, я не знаю, где квартиру продлижусь, к сожалению, кто-то выставляет квартиру, и мы хотим ему сказать, хорошо, ты примерно можешь продать за такую-то стоимость. То есть ты можешь примерно продать за 5 тысяч долларов, за 6 тысяч долларов. В случае с квартирами это может быть не так интересно и не столь выгодно, потому что человек взял, посмотрел, все равно он хотя бы ориентируется. Но если вы строите такую модельку, например, на биржевые акции, это становится уже намного веселее, потому что зная, за сколько среднестатистически в этот период времени с таким количеством инвестиций, с таким количеством работников компания продавалась, вы можете примерно ориентироваться, за сколько вы можете ее продать. То есть именно вот этим занимательные линейные рекрессии, они по существующим данным могут нам как-либо охарактеризовать новый объект. Тем более, вот это так называемое двухмерное пространство, ну, стандартное, все представляют, как работает трехмерное пространство. Там было бы еще, ну, не только там площадь, ну, например, удаленность от метро от третьей оси. Но идея заключается в том, что компьютер может одновременно сравнить очень много пространств. То есть в среднем получается где-то 10-20 измерений, он одновременно сравнивает и строит по ним функцию. То есть это получается полином пятого разгада, то есть x в пятый плюс x в четвертый, и все это с коэффициентами, с 20 коэффициентами. То есть, в общем-то, можно это просчитать и математически, но долго. То есть сейчас ребята из Церна именно вот таким и занимаются. То есть они не могут гонять постоянно на все задачи фотончики. Это очень дорого. Поэтому они с каждого эксперимента снимают грамм из данных и потом их анализируют. То есть, ну, и для того, чтобы получить результаты этого эксперимента, и для того, чтобы примерно спрогнозировать, какие могут быть другие результаты. У них генерация получается примерно, по-моему, что-то, я не помню точно, могу собрать, но где-то 10 терабайтов, 10 секунд или что-то такое. То есть вы можете представить, вот это, да, это big data. То есть это не те 15, я не знаю, друзей или еще что-либо. То есть, чтобы все тоже понимали, что такое big data. Есть еще второй тип обучения с учителем. Это называется логистическая бейджессия. Она, собственно, вот то, что я рассказывал про яблоки и персики, оно просто определенное количество данных делит на количество классов, которые вам нужны. То есть делит их там на цепь. Почему они красные и синие? Потому что, например, вот красными отмечены все картинки персиков, синими отмечены все картинки, что там было, яблок. То есть он примерно понимает, как нужно распределить, чтобы, получив следующую картинку, например, здесь, он вам точно скажет, это персик. То есть таким образом делится. Опять же, это достаточно прямой пример. Ну или вот здесь он строит уже это x², y², стандартная функция круга. Опять же, это все хорошо, когда это двухмерное пространство и когда мы можем что-то определить. Если это многомерное пространство, когда едет Google-мобиль, он вначале рассматривает всю картинку. Картинку распределяет на области. Где дорога, где тротуар, где деревья. С тротуара он анализирует людей. Он должен поделить, что это человек, а вот это, например, просто мусорный бак. На дороге он должен поделить, какой тип автомобиля. То есть все это получается в очень большом количестве измерений. То есть потому что человек может в чем-то анализировать большие объемы данных. Но опять же, Google-мобиль он видит со всех сторон. Правда, как показала практика, нифига это хорошо, но ладно. То есть и третий тип, это уже без учителя, это когда мы просто заливаем какой-либо объем данных и говорим, раздели нам как-нибудь. Для чего это используется? То есть, например, можно использовать для так называемого детекции аномальности. То есть если мы показываем много самых обычных снимков, рентгеновских, и на одном будет из них поломанная рука, компьютер выделит этот снимок и скажет, что вот этот пациент требуется там в передиагностировании или в дальнейшем рассмотрении еще в чем-либо. То есть мы не говорим, мы не знаем, сколько будет точно плохих снимков или хороших снимков. Мы просто говорим, выдели нам что-либо нестандартное. Или точно так же разделение там на 2-3 класса категорий. Классы категорий как действуют? Вы когда покупаете что-либо в интернет-магазине, опять же, у нас это не так развито, но я думаю, все знают про Walmart, Target, Amazon, eBay, AliExpress или еще что-либо. То есть основываясь на том, какие вы перед этим покупали товары, он тоже вас относит в какую-либо из групп. Групп там множество. Их количество постоянно меняется. Они не могут руками следить за этим. За этим всем следит компьютер. То есть есть определенный набор групп, которым вы отнесли. Был достаточно интересный момент. Старги там вполне возможно многие слышали эту историю, когда они только ввели свой адаптивный анализ покупок. Они были первой компании, которые ввели это. Идея заключалась в том, что система начинала, как и сейчас везде популярно, рекомендовать какие-либо товары, основываясь на ваших предпочтениях. На них подали в суд. За что? За то, что они одной девочке начали советовать товары для беременных. Организовываясь, основываясь на том, какие товары она покупала. Она стала покупать больше шоколадок, еще что-либо. Они даже не знали напрямую, что просто начал советовать. На них подали в суд. Но через два месяца они приехали извиняться, потому что оказалось, что она правда беременна, и они просто еще об этом не знали. То есть компьютер, который участвовал на определенном количестве покупок и так называемых поведенческих факторах, вычислял, что именно человеку больше нужно, а что меньше. То есть таким образом работает, когда мы не говорим, куда нужно отнести этого человека. Он сам примерно прикидывает, например, окей, больше товара в первой категории, где-то там 50% второй категории, наверное, этот человек, я не знаю, там, на первую диету или еще что-ли, стал егидарианцем. Еще, конечно, есть определенные отрицательные факторы машинного обучения. Они могут быть достаточно инертными. То есть если он привык вам постоянно советовать, например, шоколад, а вы решили резко похудеть, он вам все равно его продолжает советовать, это наверняка немножко раздражает. Но с этим тоже, опять же, стараются по-русски. Можно там не обмануть систему, понимая, как она выглядит, можно даже не заказывать, потом отменить и система начнет думать по-другому. То есть нужно понимать, как это все работает. например, вот распознавание номеров сейчас часто очень используется. Не знаю, кстати, как у нас, видены ли у нас камеры. Ну, во многих других странах тоже. Но есть определенные моменты, когда, например, машина в своей стране, в Америке, она, в Америке разные типы номеров. Например, в Европе она может искать только прямоугольные номера, потому что это стандартная форма номера. Если вы вдруг купите и поставите себе квадратный номер с вертикальными цифрами распознавания, то правило довольно это стандартная форма номера. То есть, это стандартная форма номера, есть много каких-то моментов, которые компьютеры просто не готовы еще к этому. Его не учили на этом. Но когда-нибудь научат. Есть еще также очень популярное понятие, как нейросети. Обычно рисуют вот такие зонные сложные картинки. Они думают, как наш мозг, как нейроны. Хотя я могу сказать, что нейросети во период они где-то появились и направления. Программист тоже пытается за ними потихоньку успеть. В общем-то такие системы тоже работают достаточно неплохо. Сейчас я объясню собственно то, что тоже это не настолько все ужасно. В общем-то нейросеть это такая штука, которая если линейная регрессия или кластеризация они строят достаточно стандартные функции. То есть там х квадрат, х четвертой степени, полиноминеральные функции все равно они описываются какой-либо прямой. Пусть даже очень сложной, но она зависимая. Нейросети позволяют вам строить вот такие странные структуры. Почему? Потому что по факту это функция от функции. то есть я даже не знаю как это привести без математического трактования. Но реально я думаю все знают как выглядит там х плюс 2 стандартная прямая которая проходит через х и движется. Но если мы возьмем модуль от х плюс 2 то она будет такой V-образный более. То есть это функция от функций. Если взять такое 10 раз то мы можем получить достаточно интересные особенности. И опять же эти функции строит компьютер сам. То есть мы задаем сколько мы хотим получить таких слоев и там например 5-6. И он сам подбирает какие там например 100 коэффициентов нужно подстроить. опять же основываясь на каких либо данных уже размеченных так называемых когда мы говорим собака кот еще что-либо. Единственная проблема заключается еще в том то что у любого машин лернинга и искусственного интеллекта есть такое понятие как переобучить. Они могут стать слишком умными. Но не в том смысле что они захватят мир. Нет к сожалению все намного проще. Просто получается такой случай что если очень много объектов и очень точная вот эта кривая может оказаться так то что новый объект будет немножко отстоять другую сторону и он уже будет не так классифицироваться. Потому что будет очень точная функция. Слишком точная. То есть был один известный момент когда например нейросеть шведы по-моему устроили а их нейросеть они пытались ее научить тому чтобы она распознавала танки в лесу вражеские свои вражеские свои и все было отлично на всех выборах как все казалось прекрасно они развлечали танки вот тут рисовали это чужие это свои она научилась вообще великолепно проблема оказалась в другом если ей показывали танк в поле она не реагировала потому что она по факту танки развлечала по местности по деревьям она она не смотрела на танк она смотрела какие деревья на вот тех сотнях фотографий и получилась по факту переобученная сеть это очень классический пример когда я не помню сколько они потратили но было много то есть главная задача еще смотреть чтобы ваша сеть правда училась тому что вы хотите а не тому чему хочет она потому что она выделяет наиболее явное если вы будете сравнивать котов и собак одни будут сфотографированы в пустыне одни на лужайке она будет научиться распознавать пустыни и лужайки но не котов и собак поэтому надо быть с этим осторожным то есть получается такое что любая нейросеть или любой искусственный интеллект он позволяет вам только получить какие-либо достаточно стандартные структуры ответов да нет или что будет дальше основываясь на предыдущей статистике она не позволяет вам сделать что-либо невероятное вопрос тогда достаточно прямой а как пишутся те же чат-боты или еще что-либо пишутся они просто каким-либо уровнем вложенных нейронных сетей или вложенных подходов логистической регрессии вложенных подходов линейной регрессии то есть вы складываете все это в несколько этапов и просто выход одной программы запускаете на вход в другой например достаточно известный имиджнет это система картинок в которой собрано очень много картинок и каждый год производится competition соревнования где программисты из различных стран университетов пытаются распознать да что изображено на этой картинке то есть там контейнеровозы опять же какие-либо животные люди еще что-либо и последняя например самая известная победа когда микролинейросети по сравнению со стандартными алгоритмами была около 5 или 7 лет назад так называемые convolutional networks которые сворачивают изображение атома было 10 слоев просто она была достаточно сложной и каждый слой еще производил специальную к этому работу но фактически опять же просто все делается увеличением количества слоев главная проблема в том что очень много нейронов акционов и насколько я читал какие-то статьи считают что все компьютеры на данный момент на планете смогут создать примерно одного человека по мощности потому что расчет этого занимает достаточно времени компьютеров и по памяти поэтому сложнее получить какую-либо структуру чем сложнее ответы и вопросы вы хотите задавать для вашей сетки или для любого интеллекта тем в общем-то сложнее вам придется строить структуру и шире ее разборачивать но просто заключается в том что многие компании например Microsoft в даме которого мы сейчас находимся Amazon Google они предоставляют уже готовые сервисы которые научены что-либо делать научные основным алгоритмом регрессии кластеризации еще чего-либо вам нужно просто залить туда ваше в том ваше 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 это обычная Excel то есть Excel файл где да нет да нет ну 1 0 и основываясь на этих данных она уже будет вам строить определенные решения то есть получается так то что в общем-то этот порог вхождения в учение и в использовании различных алгоритмов для абсолютно всех сфер деятельности которые можно придумать он намного упрощен то есть можно причем спокойно там Microsoft подписаться на Azure у Амазона есть свои сервисы у Google есть свои сервисы и везде предлагают ну бесплатно вы могли попробовать это потрогать с туториумами на YouTube которые можно пройти за 2 часа возьмем побольше времени и вы можете уже быть компьютерным специалистом серьезно то есть это достаточно легко главное знать что вы хотите получить и как вы хотите применять это потому что вот когда некоторые люди говорят мы хотим построить очередной стартап который будет что-то советовать людям ты говоришь хорошо это хорошее начинание но чтобы что-то советовать людям нужно вначале обучить любую сеть как люди действуют убрать объем информации в сети уже есть готовые информации не всегда достаточно размечены то есть часто все упирается именно в сбор информации но в общем-то все равно это позволяет достаточно быстро строить из таких как кирпичиков блоков вашу систему потому что вы нейросети используете у какого-нибудь сильного провайдера например google дает API своим машинкам которые они используют например для распознавания речи которые используют например и google translator и сам ok google то есть вы можете сами напрямую пользоваться этим и не только но чтобы вы лиценник не знаю наручить даже маленькое это не вначале месяц то есть взять там что-то да то есть нужно понимать что чтобы построить что-то сложное то реально придется мы немножко поводиться что дальше то есть лидически все программирование он состоит из изучив который можно понять сразу то есть для того чтобы начать что-либо программировать делать вам достаточно наверное где-то недели также я хотел сказать определенное мнение о тех курсах которые проводятся недостаточно где сайтов платформы я думаю всем известным типа курсеры у нас есть прометелл кроме курса репорт если быть откровенным я считаю что современный мир таков то что если вы хотите автористам этим против времени время уровня воспитания и но и то то не то что не то что достаточно хорошо что это должно стать не а не которые там или часто От авторов у него на страничку. Уже дошли на страничку и скачивали. То есть есть очень много образовательных ресурсов, которые пропагандируют именно доступ к информации. И многие авторы его поддерживают. Например, там машин лед. В общем, там машин лед. Нет. То, что глубоко. Подвозрение. Вы должны. Окей. Учитель нет. Учитель нет. Учитель нет. Вот тут парень. Учитель нет. А учительные ресурсы базируются именно таким подходом. Что вы можете с нуля прийти и что-либо выучить. Сэндфордские по машинам. На данный момент их прошло уже около 800 тысяч. по машинному обучению. Рассказывает он, ну, наверное, раза в три понятнее, чем я. Очень много алгебры и математики. То есть, чтобы понять, как все это работает, потому что, чтобы использовать те же существующие алгоритмы у Microsoft или еще у каких-то ребят, ну, минимальное представление, там есть пять параметров и шесть. Просто, чтобы понять, как они входят. Здесь еще курсы от Google, и я тут сразу закинул ссылку на... понадобятся слайды. Слайды. Пишу. Мы сбросим презентацию. Да, я сброшу презентацию. То есть, тут идея была в том, что, ну, фоткает... А, ну да, это я использую потом механизм для распознавания ссылок с фоток, потому что я на лекциях фоткаю и использую. Я хотел залить это в QR-код, но я не нашел, где можно сделать много ссылок. И спасибо, что пришли. Там дальше будут мои контакты, на всякий случай. Если у вас правда залит, вы можете мне писать, я могу по многим направлениям проконсультировать, что-то рассказать, может в чем-то помочь. У меня у самого есть там маленький сайт, я его пишу по вечерям, когда совсем делать нечего, и я не слой лазер на экране. В общем-то, я хотел вам показать, что это правда интересно, есть много вариантов, вы можете менять мнение, делиться глаголами, этим с другом, то, что уже другие. То есть это, в общем-то, напоминает, как раньше все увлекались живописью и написанием каких-либо музыкальных композиций. Нет, я не говорю, что вы все станете Микеланджело, Моцартом или Леонардо да Винчи. Но вполне для своих, ну, достаточно научиться что когда вам часто говорят, что знаете, у нас тут один баг, да, бывают разные, но и наоборот в общем-то что пикой над структурой, а менеджер пока будет что-то делать. Но бывают, конечно, наоборот, сложные моменты, когда не все делается кодом, а когда нужно правда придумать структуру, как оно работает, и это наоборот занимает очень многое. Сейчас вот в ЭКСМИ мы занимаемся именно исследованиями различными по электрическим сетям определяем и как постоянно выставка попытка. Контакты есть? Подписывайтесь, спрашивайте, и если у кого-то есть вопрос, пишите с радостью. Спасибо. Мне несколько вопросов хотелось сразу задать, чуть не забыть. Если вспомнило. Во-первых, меня интересует там при проработке цветами там было указано минимальное указано цветами из если их осматривает, нейронетворк поймите вот она тоже в динамике какие цвета ну тоже цвета это разным цветовым сопровождением больше ну практически сделано для того, чтобы было количество цветов цветов да но здесь просто если присмотреться, здесь какие-то пластеры вот здесь желание можно делить на большее количество пластеров например 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 если мы рассматриваем там объектов на он рассматривает пешеход пешеход два машина еще что-либо это зависит от того, что мы нужно это именно из-за дается человеком два-три например там для писем как работает антиспансер ей фактически письме как вы пиши класс тут взаимностей на это именно для того, чтобы было по-дем-визуально расприятия потому что и компьютер с реком где ты еще куда-то и нет ну можно сделать если надо можно делать и можно делать последовательно есть например температурные диаграммы я думаю вы видели если там снимки какой-либо планеты где меняется температура то есть показан какой-либо рельеф это магра вот обычно чем более коричнево потом может подаваться насколько она может подаваться пока не голограммой а пока только 3D на экране можно просматривать крутить его как визуально 3D получать то вот эти картинки это реально для это рабочие элементы а я уже видел просто как это выглядит и хотел убедиться с ваших уст что это там получается такая часто система компьютер если используется для следующего машинного обучения оно даже не переводится в картинку например 10 оно все в числах собственно одно то что картинки а сами мы их даже не знаем как отрендерить а если там 100 или еще там максим потому что все остальное и еще интересует обработка машинных использований big data данных вот вот эти как прим дальше тут система теле это канал начало дата big data что это такое чтобы представлять это меньше термин big data появился нескольких ну лишним ладно которые не матываются в память компьютера и сейчас пол там 64 мегабайт не помните это если она таких реально оно хранится в каких-то в них но в достаточном мы ее заливаем уже с существующих, то есть если у нас есть видео видеофайл перед конкурентом и он уже делать что-то это как-то в каком-либо опять же рассматривать видеокамеру она на лету может там сейчас делать значит что у вас разрешение там например 640 на 400 подача данных уже вопрос наше 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 до зубов да ну вот это и было для существующих существующих не ну не работа какой-либо ну не то что что чтобы людям было понятно что это за работа они предлагают использовать несколько другое по сети потому что друг за другом вот такая как сеточка на последнее время он и связан с другом он на то есть там несколько саксонов которые передают информацию и они предлагают ну несколько другие указывать эти потому что мозг вполне возможно в контексте но уже но знаешь если он увидел две цифры он понимает что это номер под снегом ну если там занесем как следствие еще вопрос да вопрос я помню то что что пришло ну понятно что это определенная мода как вы к этому отель с точки зрения вакансии соотношения спроса с реальностью украины вакансии не такая проблема существует не проблема а просто факт одинок специально реализирует это заключается в том что это получается уже сформулирован и что-то делают процентов опять же можно еще давать эти варианты на аутсорс у нас не так много вакансий но тут есть несколько скрытых но во-первых часто ты еда в стране то есть ты можешь сидя дома работать ясное дело очень модная вещь здесь в общем-то как не такой уж высокий порог вхождение толково очень хороших как легко найти мысль глубокого и еще третья тут это напоминает такой полуза просто один потому что часто вакансий они просто не долетают до веха часто есть определенные группы постится объявление ребята тут вот нужно выкрыть знаете как то есть там или фейсбуке и начинаете искать какие-либо сообщества где вам могут что-то помочь рассказать спросить и на все вопросы и на все то есть определенные группы часто они даже не закрыты то есть там в фейсбуке вконтакте я могу сказать одна из самых сильных по deep learning групп наверное за счет России наверное за счет КПИ КПИ вконтакте конечно его странно но с точки зрения новостной площадки лучше не найти потому что фейсбук не ранжирует нормально по времени а вконтакте это у меня нету там друзей как бы ну я не в подписке но оно очень удобно структурировано я добавляю в закон подобное фейсбук вконтакте 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 кто не общается там что-то например я могу сказать так называемое понятие как гитр или слэк я думаю многие слышали это очень похоже на скай вещь ну то есть опять же мастер но они они тоже часто открыты туда можно спокойно просто по адресу зайти то есть часто со временем начинают просто типа ребята как сделать то-то то-то а мы вот здесь в этом часике обсуждали почитай там ну и поэтому ты переходишь а со временем да там начинается в том же чате где обсуждаются какие-либо рабочие появляются вакансии еще что-либо с вариантом то есть есть даже честно говоря чаты работы то есть именно там как бы но их тоже нужно в общем я отдельно спрашиваю да конечно то есть да вопрос в случае безучителя мы начинаем скажем почему она обучается а каким образом обучается то есть шире начать машину почему она обучается а каким образом специфицировано у 10 10 фотографий да на которых есть е в разных фотографиях переплюг что она начнет на что она будет пытаться распознавать скажем так и когда мы задаем классы все ну в данном случае оно может вообще просто не знаю если мы не задаем глазики а палочку а в данном случае оно вообще для распознавания объекта или это только для распознавания аномалий так для типа распознаваний скульптура в кにん объектах не не а то есть мы должны подписать что вот на этом там ...васлю... ...липнок... ...посып... ...монор... ...или аномалии... ...ааа... ...как раз... ...ну... ...посып... ...прервать... ...что... ...поделить... ...посып... ...посып... ...там... ...посып... ...посып... ...не подписывается... ...то есть... ...что именно на них изображено... ...но вы должны объяснять, на что именно ориентироваться... ...как контракт... ...ааа... ...как количество... ...карографий... ...еще что-то... ...то есть... ...все равно нужно... ...хотя бы сказать... ...на чем он должен основаться... ...то есть... ...которые... ...нужны вначале... ...посып... ...прямо тут... ...посып... 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 ...дело в том, что... ...отличие заключается в том... ...то что... ...в первом типе вы точно... ...предполагаете, например, два типа объектов... ...вы знаете... ...какие данные вы хотите получить... ...и какие вы будете заливать... ...посып... ...получается такая система... ...что... ...вы можете... ...таким образом... ...находить какие-либо зависимости... ...то есть... ...опять же, если вы говорите... ...сравнивать две картинки... ...хотя бы по яркости... ...вы, например, можете увидеть, что... ...картинки с собакой попадают в класс 1... ...картинки с котом в класс 2... ...просто из-за яркости... ...то есть... ...без учителя... ...позволяет именно, собственно... ...говоря, в основном используется для отделения данных... ...на несколько классов... ...два-три класса... ...вот я могу, например, привести пример с работы... ...у нас идет поток данных... ...достаточно большой... ...и... ...нам нужно на обе спектра... ...включать... ...исходство... ...мень... ...исходство... ...но мы не знаем, как именно... ...мы физически... ...поскольку спектр не аддитивный... ...мы не можем это просчитать... ...физически... ...там есть, короче, много... ...математических закономерностей... ...физических... ...но мы просто говорим то, что... ...вот... ...моменты включения... ...они будут другие... ...мы не знаем, какими... ...они будут точно другие... ...мы заливаем все это... ...алгоритм... ...и он нам говорит... ...а-а-а-а-а-а-а... ...вот здесь что-то включается... ...и вот здесь что-то включается... ...о он еще не знает, что имя... ...то есть он просто видит по изменению характеристики... ...что... ...происходило какое-либо изменение... ...физической следы... ...то есть... ...это более такие... То есть для image detection и image recognition все равно, я не знаю сильного ансопервайс машинвердного микрооритма, во всяком случае известного, который бы сейчас используется. Еще вопросы есть? Ант, не тяни руки вверх. Я так показываю. Я понял. Главное еще один, еще пальцем. Но он достаточно верным. Нет. Самый… А вот теперь рассказываю… Да, рассказываю в чем система. То есть, во-первых, самый, наверное, низкий порог вхождения для полноценного языка программирования. Не меняйся. Я немного скорректирую вопрос. Почему buy some back with me? А теперь я говорю. А теперь вторая часть. Потому что сейчас же очень распространен вариант так называемого непрямого программирования. Вариант в том, например, так работают TIANA, TensorFlow, все математические библиотеки, EscadetLearn, NumPy для векторов. Они работают как? Ты пишешь на уровне Python, но ты просто говоришь, что эта переменная будет C какой-то. Эта переменная будет C целочисленным. Это будет флотом. Это матрица 40 на 40. И он за тебя это комбилит все в C. Да, это все прекрасно. Почему тогда не используют Go? А на Go есть такие мощные библиотеки? Go на самом деле… Вот. Тут вопрос как бы скорости. Вопрос в том, что… Почему Google пишет на Python? Потому что быстро. Быстро и много библиотек уже существующих. То есть Python на данный момент очень сильно подтеснил R в этом направлении. То есть Go тоже хорош, но Go недостаточно выбора инструментов. То есть вот на Go нету. Я не знаю тогда такого прямого… Я не знаю, как он работает в памяти. Он динамически декларируемый или не статически декларируемый? Статика. Статика. Ну, то есть это уже сложнее. То есть по факту получается… Тут же Python позволяет использовать динамическую типизацию, которая перекопилится на уровень C, на уровень Google. Честно говоря, я еще не сталкивался… Я могу так сказать, что на уровень, когда это будет production, например, то есть потом это можно переписать. Можно просто взять скальпеленный C-шный код и использовать даже его. То есть тебе даже его писать не придется. Обученная нейросеть уже почти ничего не считает. То есть самая тяжелая структура по времени это обучение и прогонка. А все матричные операции… Собственно, вся же нейросеть это огромное количество матричных операций. Они на уровне C, на прямом уровне памяти и Google. У Python же даже есть библиотека для работы напрямую с GPU-шками. Под куду. Потому что, опять же, писать на C под куду, честно говоря, не так приятно. Скажу по личному опыту. То есть так как бы и обилие библиотек. Потому что, да. Ты уже библиотек пишешь? На прямом уровне нет. У меня куды нету. А на Ажуре уже запустилы? На Ажуре Мейсинга как водится. На Ажуре, я могу сказать, там проблема заключается в том, что у всех провайдеров мы разговаривали, писали в Google, писали в Amazon, писали в Google. У них у всех стоят старые GPU-шные серверы. У них компьютер-капабилити 3.0, а для TensorFlow нужна компьютер-капабилити не менее чем 4.0. Самое интересное, что у Google стоят с компьютер-капабилити меньше 4.0. А Tesla и Microsoft? Ну, с Microsoft я пока… Вот в Microsoft, кстати, да, собрал Microsoft и мы не писали. То есть мы писали в Amazon или в Google. Они зачастую все говорят, что, типа, ребят, ну вы же можете использовать наши обычные мощные сервера. Ты говоришь, хорошо, но разница в 60-160 раз. То есть или считать день, или 60 дней. Конечно, им выгодно, чтобы мы это считали 60 дней. Ну, а в SDN в 60 раз дороже. Ну, не в 60 раз дороже. В том-то и дело. На мощном сервере ты же можешь считать не только матрицы вектора. То есть можешь поднять и правда какой-то большой сервер для веб-приложений. А GPU-шки, они очень заточены. То есть там или биткоины майнить, или считать нейросити. Я не знаю, что еще там можно делать. Графики перегонять, рендеры делать. Рендеры, рендеры. Да. Ну, я наоборот и рендеры меньше пишу. Потем повысь. Потем пишет наружу. Ну да, нет. У меня сейчас стоит вопрос. Я хочу одну из какого-то как раз пересадить на блока. Посмотреть, как это будет работать именно для 3D-мастера, для рендеров. Потому что я думаю, так будет быстрее. И коментар по Гуглу. Когда машина ездит, она ничего не распизнает. Кроме баланса белого. На самом деле. Вся обработка, кажется, почти вся на серверах. Постфактум. Постобработка уже и так далее. Не фотографии, а фактические видео пишут. Нет. Динамические у них есть адаптивные. Они отмолились через то, что когда они взняли динамично. Ну да, там идет подстройка только самая Матрица. Я не имел в виду, что именно сама машина считает процессор. Я имел в виду то, что... Они просто взводят как киношники. Ну да, да, да. Замена киношника, которые сразу диафрагму меняют. Ну да. Именно где считается, я не имел в виду как объект, я имел в виду с тех данных, что она получила. Просто ты так формулировал, что выглядело так, что машина едет, просчитывает газоны и тротуары. Она снимает, а считает все равно сервер. Ну ясное дело. Но в твоем формуле Ване звучало типа машина считается. Ну все такие, она ведь не троллинг просто. Ну да. Можно и в нее запихнуть. Сейчас вон на Google I.O. была презентация, в которой они выпустили чип, опять же GPU-шный, который позволяет Тенсорфлоу считать, по-моему, что-то в семь или в восемь раз быстрее, даже чем современные GPU-шки. Ну просто по сравнению по памяти. То есть оно просто заточено под Тенсорфлоу. Для чего, собственно говоря, потому что это чип, можно будет с телефона, и у вас уже на руках там вообще мощнейший инструмент. Просто одне наводящее питание. Чему вы на него не ставили очки? Так очки у них слились. Очки же запрещены по многим законодательным масштам. Короче, из остального, ну это моя субъективная точка зору, из остального I.O. там просто багато-багато красивых мильных выбор. Ну да. Слушай, ну так все работает через маркетинг? Вау, эффект никто не отменял. Ну немало эффекта. Честно, я заснул и проспал в другую половину. Ну мало было вау. Подожди, у тебя есть айфон? Нет, значит на тебя вау эффект просто уже не работает. Ты не целевая аудитория. Это как я могу рассказывать то, что не впечатлила презентация Apple или Google. Ну да, потому что у меня телефон умеет звонить и все. Я не целевая аудитория вообще. А много же идей есть, которые… Например, почему как-то один из предложенных вариантов ботов на I.O. был то, что скидывают фотографию с песиком, и у тебя сразу появляются три комментарии. Ой, хороший песик, ой, хороший Резенснаутцер 3D. Или еще что-то. Но кому-то это круто, а я считаю, что ну ладно. Ну то есть как бы вопрос, насколько это нужно людям. Вопрос, насколько люди готовы это купить. Я даже так перефразирую. То есть опять вариант с тем же машинлёрнингом. Его продать. Писать сейчас могут многие, а применять не все. Куда можно продать его? Это был ваш вопрос или что? Ну, задавайте. Я хотел спросить. На самом деле, мне кажется, проблема не в том, где найти какие курсы по ML. Как раз как сократить вот это обучение до того, чтобы учиться эффективно. Потому что их там десятки, книг уже сотни. То есть если пытаться читать весь массив, то можно еще 10 лет учиться. Пишите мне, я вам расскажу. Там и в общем-то заключается... Главная идея в том, что если вы проходите какой-то курс. Если вы проходите там Python. Я не беру кодек этими, там они правда легкие. Если вы проходите Python или читаете книжку по Python, вы читаете одну книжку по Python. Следующая уже должна начинаться с фразы. Она рассчитана на глубинное изучение Python, например. То есть если вы открываете и смотрите в Инкро, то что это тоже для бедимеров. Нет, вам ее уже не надо читать. То есть вы каждый курс проходите один раз. Если в Machine Learning вы проходите один курс какой-то, а дальше уже просто ищите, куда его применять. И вопросы сами будут организовываться уже какие-то... Любой курс или книга нужны для того, чтобы вам дать какое-либо иерархическое, корневое представление. Дальше вы в какие-либо более углубленные спектры. Вы учитесь при помощи статей, каких-то форумов, Stack Overflow, еще чего-то там, документации в библиотеках. То есть, хотя я книг прочитал достаточно много, могу сказать много, то есть все они должны все равно как-то отличаться. У меня было вначале, я по Python прочитал три, в общем-то, одинаковых книжки. Не самое интересное занятие. Вопрос просто, что области применил, а вкладятся с такой быстротой? Вот там было, собственно, первое, именно выбрать, что интересно и что нужно, куда вы можете это примерно применить. То есть, например, я начал учить Python одно время и скриптовые языки, просто потому что с ними удобнее жить на компьютере. Вы ему объясняете что-то, например, я хочу все файлики там переименовать согласно такого либо закономерности. Пересортировать по папочкам. Ну, переименовывать. То есть, потому что я жил в тех местах и работал, где не было интернета, и полгода не было там ни с чем не синхронизировать, ничего, приходилось там какие-то синхронизаторы строить у себя на колючке. Просто отличиватель. Ты начинаешь какую-то свою книжку писать? Не постоянно. Добрый, почал. Я только потихоньку иногда делаю какие-либо заметки и думаю, что-то их как-то структурировать больше в блог. Потому что... Ты будешь их питоном структурировать часа? Ну, 50 на 50. Я питоном только делаю разметку и теги пишу. Ну, я же все сайти поднял специально, чтобы делать теги по коду, по своим заметкам. Можно бывает там все еще и наверх выливать. Все почитай. Да все почитай. Да все почитай. Да, конечно. А моему боту? Да и твоему боту, пожалуйста. У меня закрыто все. У меня закрыто все HTTPS под тремя нуберами. Совсем нормально. И читайте. У меня скриншоты буду делать просто и закидать на хуй. А там далее будем через запись брать и распознавать боту. Зачем скриншоты? Если ты хочешь собрать хуй. А это больше через догла. Цикавейше просто. Лучше тогда строить пауков, которые напрямую собирают текст и распознавать. У меня достаточно хорошая там разметочка. Да я могу тебе даже паука построить на свой сайт. Кстати, да, еще один из вариантов применения. Достаточно часто делают какие-либо сайты с помощью языков программирования. А второй вариант это делают пауков, которые собирают данные сайты. Как достаточно прямой пример это Hotline. Я думаю, если кто пользовался. Или любые другие интернет-магазины, которые предлагают вам товар из других магазинов. То есть они собирают оттуда информацию и показывают вам. То есть вот так работают пауки. Они собирают уже что-либо существующее и переподменяют информацию. Ну или собирают информацию, конвертят ее через какие-либо лингвистические процессоры. Определенным образом и пишут статьи. Тоже удобно. Получается динамическая наполняемость контента. Иногда она недоговоримая и читаемая, но в общем-то можно и так использовать. Потому что уровень применения растет очень быстро и по объему, и по скорости. И главное, что теперь, ну в общем-то сейчас нынешнее ясное дело, компьютер стоит, наверное, как топовый там. Такой же по мощности 10 лет назад, ну вообще не сори измеримые стоимости. Плюс те же сервера облачные можно поднимать, а не стоят там, например, 7 центов, по-моему, в час. Что-то такое днешь в самый дешевый. То есть это вообще очень дешево. Его же можно поднять, что-то посчитать и закрыть. То есть все сносится в облака. Зачем заводить дома компьютер большой? Если можно ходить с нотом, главное, чтобы тренет был. Что-то такое. Пять минут вашего времени можно, да? Да, конечно. Всем спасибо большое за внимание. Если что, посмотрите. Я с радостью отвечу на все вопросы. Это будет? Да.